Добрый вечер, это первая студия. Сегодня будем говорить о культурной жизни Павлодара. У нас в студии руководитель отдела культуры и развития языков города Павлодар Нургомисова Айгуль Нурлановна. Айгуль Нурланов, добрый вечер. У нас с вами 15 минут, чтобы рассказать о главных культурных событиях этого года. И первый вопрос сразу прозвучал. Чего нам ждать в этом году? Сегодня 1 июня, день защиты детей. Во всех учреждениях культуры проводятся различные мероприятия, викторины, концерты, дискотеки для детей. Все самое интересное для наших маленьких детишек уже сегодня и для пришкольных лагерей. С 5 июня во всех школах начинают работать пришкольные лагеря. У нас уже составлен совместный план с отделом образования. Детки будут посещать наше учреждение. Какие учреждения откроют для них двери? Именно для пришкольных лагерей? В КДЦ Абусиитова будут показаны мультфильмы, детские фильмы, сказки. В культурном центре Колос, как всегда у нас для детей, будет работать и театральная студия, и различные кружки будут проходить. В Горсаде, конечно же, любимое место наших горожан, где есть аттракционы, различные игровушки. Театральная студия Домовята у нас работает. Все наши учреждения будут работать. Также в библиотеках будут проходить интересные мероприятия. Словом, вы обещаете, что культурная жизнь маленьких павлодарцев будет насыщенной? Да. Ну вот с наступлением тепла у нас центр, мне кажется, всей культурной жизни перемещается на нашу набережную, наша гордость. Иртес Променад давно стала уже визитной карточкой Павлодара. Вот что там будет проходить? Да, вы правы, это визитная карточка нашего Павлодара. Самая красивая набережная во всем Казахстане, самая большая сцена до сегодняшнего дня в Казахстане. Различные мероприятия, концерты, фестивали, дискотеки проходят на сцене нашего Иртес Променада. Несколько дней назад, вот 20 мая, мы начали наш сезон с интересного концерта. Посетили их более 45 тысяч наших жителей и гостей города. Такое рекордное количество, да, по-моему? Да, рекордное количество. Ну и на закрытии сезона в прошлый раз нам каждый раз кажется, что вот именно на этом концерте очень много людей. Да, было действительно очень много людей, много позитивных эмоций, комментариев в социальных сетях. Думаю, все прошло на ура. В основном жителям все понравилось. И сегодня проходит большой концерт, дворец школьников организовал концерт для детей на 1 июня. Уже через несколько дней, 3 июня, в субботу, утром будет большой забег, организованный совместно с клубом Топ Стар, с отделом спорта, наш отдел культуры, совместно для всех жителей и гостей города будет проводить забег. Все желающие жители могут подойти, принять участие в этом забеге. И каждую субботу до сентября месяца, пока Эртис Променад работает, любой желающий у нас, мы смотрим, очень много бегунов и утром бегают, и вечерами бегают. Сейчас очень модно, да, спортивный образ жизни вести. Да, здоровый образ жизни. Все, кто поддерживает здоровый образ жизни, могут подойти со своими ковриками, позаниматься на открытом воздухе. Будут профессиональные тренеры, клуб Топ Стар нас поддерживает. Каждые выходные. Каждые выходные в субботу с 9 утра на набережной. Вот это новшество этого сезона, можно сказать. Так же, как и в прошлом году, Дни культуры городов и районов по пятницам будут проходить. Вот завтра этот проект открывает город Павлодар, творческие коллективы города. Вечером, да? Вечером приготовили концерт. С 7 часов вечера можно подходить уже на набережную и наслаждаться творчеством наших местных исполнителей. В субботу я уже вот сказала, забег будет Топ Стара. Также концерт подготовил государственный творческий заказ. Это частные студии, где занимаются наши детки. Тоже около 40 номеров они подготовили. Думаю, будет интересно. Это уже вечером? Это уже вечером. А с 8 часов вечера, это днем будет. А вечером будет концерт симфонического оркестра. В эти выходные тоже третьего. Да, день очень насыщенный. И все выходные у нас очень насыщенные. Желающих очень много. Выступать на нашей сцене. Мы, когда запускали Эртис Променад, уже во всех социальных сетях объявили, что если есть какие-то предложения у наших жителей по усовершенствованию нашей программы, может какие-то идеи есть, мы всегда открыты, готовы поддержать, готовы к обсуждению, готовы вместе реализовать какие-то интересные проекты. Какие были предложения? Что вы взяли на заметку? Вот, то, что Топ Стар, это уже предложение было клуба. Также поступило предложение провести День Йоги. Это тоже будет в июне. Мы проведем День Йоги. Это все потом можно где-то увидеть, афиши будут. Обязательно на нашей страничке Мадинет Павлодар. Мы отмечаем все наши паблики. Можно будет ознакомиться с афишей Эртис Променада. Какие мероприятия будут проходить. Немножко раскруйте тайну, какие звезды приедут к нам летом. Ну вот, скоро 9 июня у нас состоится большой фестиваль от Пассефест. Его организовывает от Бассебанк, республиканский фестиваль. Вот только сейчас, несколько минут назад они подтвердили свое участие. У нас будут на Антиуан группа выступать на нашей сцене. Какая замечательная новость. Да, думаю, молодежи это очень понравится. Фанатов много у этих звезд. Также впереди День Столицы у нас, День Конституции. На День Города готовим большую программу. Вот, кстати, День Города, да? Да, по звездам у нас пока идут переговоры. Точно сказать пока не могу. Пока не хотите приоткрывать тайну. Но вообще, Павлодарцы кого хотят видеть? Пишут же какие-то свои тоже предложения? Наших казахстанских звезд всех отмечают в основном. Есть даже те, которые уже родом с Павлодара живут в России. Такие звезды есть. Скриптонита хотят видеть, наверное. Ну, Скриптонита тоже хотят с ним. Вели переговоры, узнавали. У него несколько крупных концертов. В Казахстане, по-моему, у него пока не планируется. По Павлодару пока точно не скажу. Еще сезон только открыли. До сентября еще есть время. Все может быть. В прошлом году очень популярны были дискотеки. Продолжится ли эта традиция? Обязательно. Обязательно. В прошлом году мы даже продолжили сезон, потому что люди очень просили, дискотеки очень понравились. Мы сами были свидетелями того, что музыка нас действительно сближает. На дискотеке двухтысячных я сама лично видела, как волной люди танцевали, все подпевали. Это было захватывающее. И все друзья, знакомые из других регионов, даже в соцсетях пишут, где это как, все завидуют, что такое может быть. Таких дискотек, таких концертов, наверное, нигде, ни в одном городе Казахстана не проходит. В этом году мы дискотеку начинаем 17 июня. Это будет первая дискотека. Кто начнет? Да, каждый месяц будут дискотеки. В 80-е? 90-е? И по эпохам у нас есть, и по тематике мы разделили. У нас очень много предложений. Кто хотел бы быть организатором дискотек, по диджеям есть много предложений. Пока рассматриваем. Но первую дискотеку мы уже 17 июня запускаем. Хорошо. А по просмотру кинофильмов продолжится? Обязательно. Мы сотрудничаем с киностудией «Казахфильм». В этом году мы не только фильмы, но и мультфильмы показываем. Каждое воскресенье в 11 утра мы запускаем мультфильмы для наших деток. Вечером, в 8 вечера будут фильмы. Художественные фильмы на государственном и русском языках. Исторические фильмы. Комедии есть интересные. Около 15 фильмов мы подготовили для наших жителей. Это тоже что-то новое, да, в 11 часов мультфильм? Да. Такого в прошлом году, по-моему, не было, да? Да, в прошлом году не было мультфильмов. Это новшество этого сезона. Также хочу отметить, что в этом году будет театральная постановка на сцене. Если в прошлом году были только концерты, в этом году мы совместно с театром Аймаутова планируем на сцене показать спектакль. Мухахали Махатаева и Снимина Алгайсен. Когда будет? Пока идут подготовительные работы. Ну, сейчас они готовятся к закрытию сезона. Мы определим еще дату. И обязательно об этом сообщим. Анонсировать будете? Да, анонс будет. Словом, культурная жизнь на набережной будет кипеть с утра до вечера? Она насыщенная, очень насыщенная. В день по несколько концертов. Думаю, жителям нашим понравится. Будет центром притяжения. Хорошо, лето только начинается и обещает быть таким звездным, да? Давайте поговорим о библиотеках. Что они будут предлагать летом, горожанам? У нас есть 13 библиотек в системе, централизованной библиотечной системы. Все они активно работают и с детьми, и со взрослыми. У нас есть очень много кружков. Детки могут учиться рукоделию. У нас бабушки сами учат детей. В теплое время мы начали проект библиотека под открытым небом для привлечения детей и взрослых, для пропаганды. Скажите подробнее, как это будет? На улице можно читать? На улице, да, можно читать. Букросинг у нас работает. Можно подойти, оставить свою книгу. Поменять ее. Поменять, взять другую книгу. Библиотека становится более открытой для посетителей. Более доступной, более приятной, да, получается. Недавно прочитала такую статистику, что библиотеки поводарцы посещают очень часто. Очень часто посещают, действительно. Без предупреждения, без ничего, просто зайти, взять свою библиотеку. Я всегда вижу, что у нас очень много читателей разного возраста. Читающий город. Читающий город. Также у нас есть проект Кишки-Катабхана, вечерняя библиотека, где наши жители могут принять участие в беседе с знаменитыми людьми, интересными людьми нашего города. Вот такие встречи мы вечерами проводим. Айголь Нурланов, у вас отдел называется еще и развитие языков. Языковая политика, как она у вас работает сейчас? Языковая политика у нас работает в рамках законодательства. У нас очень много желающих изучать государственный язык. Мы провели трехмесячные курсы, но так как было очень много желающих в разных микрорайонах, с 1 июня, вот с сегодняшнего дня, мы начинаем набор. В восьми микрорайонах нашего города в библиотеках будут проходить курсы по изучению казахского языка. Курсы есть для начинающих, для продолжающих, кто углубленно желает изучать. Разные уровни, да? Да, для разного уровня и в любом формате. Можно оффлайн изучать, прийти в библиотеку и с учителем позаниматься. Кто-то не имеет такой возможности тратить время на дорогу, готовиться, допустим, у кого-то работали, что-то еще. Можно онлайн, через Zoom посещать эти занятия. По окончании курса каждому учащемуся предоставляется сертификат о том, что он прошел этот курс. Все желающие могут написать нам дайрект на нашу инстаграм-страничку. Мадинет Павлодар, там же указаны телефоны, кому неудобно, могут и по городскому телефону позвонить, записаться, и по мобильному телефону на WhatsApp. То есть не обязательно даже ходить? Вообще не обязательно ходить, можно по Zoom проходить курсы. А кто будет преподавать? Сейчас мы заключили договор с центром Анатолия Кинжикова Шлупан Духторбаевна. Очень опытный педагог, обучила немало людей казахскому языку. С ней у нас договор, у нее есть педагоги профессиональные. Есть система уже, да, обучения? Да, есть система, есть своя авторская методика изучения казахского языка. Она автор нескольких книг своих, авторских. Так что в этом направлении тоже работа идет. Это очень хороший проект, я думаю, будет желающих очень много. Да, и желающих всегда очень много. Кто-то пишет там, стоп, постфактум узнаем, пара курса хотели бы изучать. Этих людей мы тоже записываем. Да, надо больше, наверное, рассказывать, чтобы сейчас люди узнавали об этом. Да, мы этих людей записываем контакты, созваниваемся. Вот какие у нас были заявки, всех обзвонили, пригласили, и кто изъявил желание, уже начинают изучение. То есть, в принципе, если он онлайн, то ему не обязательно в эту библиотеку ходить по району? Не обязательно. Кто оффлайн, где он находится? В восьми микрорайонах. То есть, кто на дачном, близко может на дачном, кто в Сарарке, кто в центре, на химгородках, в Жанаоле, хуй где? В восьми микрорайонах. Ну ладно, а вот есть вообще недостаток в работниках культуры? В библиотеках, в музейных работниках? Да, есть. Кадровый голод есть, профессиональных специалистов. Библиотечное дело у нас, насколько знаю, в Торайверов университете есть такая специальность. Музееведов вообще нет в нашей области. Музееведов не готовят таких специалистов, да. Где вы берете тогда пополнение специалистов? Откуда? Педагоги идут, историки в основном. Педагоги, психологи идут. Всегда говорили, что проблема с гидами у нас есть вот постоянно. Да, я сама работала экскурсоводом в Краеведческом музее, работала в Художественном музее. И не понаслышке знаю, что действительно есть кадровый голод, есть в сфере культуры, работают люди, кто болеет этим, приходят раз и остаются здесь, наверное, навсегда. Вне зависимости от того, что нет каких-то там привилегий по зарплате, я не скажу, что высокая зарплата, но люди душой любят свою работу и остаются здесь. То есть работают настоящие парсионалы. Да. Гульнар Лана, я благодарю вас за беседу, наш эфир подошел к концу. Яркого культурного нам лета. До встречи на телеканале Иртес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова